Шины для оборонного комплекса и авиасферы. Какие предложения поступают барнаульскому предприятию? Новое золото 2022 года – не нефть, не доллар, а листы А4. Насколько бумага выросла в цене и что происходит на рынке ценных бумаг? Всемирный день театра в Барнауле отпраздновали 700 человек, что предлагали любимым зрителям в драме. На фоне санкций барнаульскому производителю шин поступило предложение производить крупные партии для оборонной отрасли в связи с тем, что из-за событий на Украине зарубежные компании прекратили поставки шин в Россию. В Нортеке подтвердили факт обращения, а еще добавили, что подобные предложения поступают и от других заказчиков, например, аэрофлота. Как сообщает гендиректор предприятия, решение на этот момент не принято, но на заводе делают все, чтобы нарастить мощность для возросшего объема заказов. А тем временем накануне появилась новость о возможном вступлении Луганской Народной Республики в состав России. Глава Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума. О справедливости этого события и об экономических последствиях для жителей всей страны в нашем сюжете. Россия своих не бросает, и в этом едины все присутствующие здесь люди. Март 2014 года Барнаул – митинг в поддержку действий Владимира Путина, а также русскоязычных жителей Украины. Через несколько дней Крым станет наш, а доллар пока стоит 36 рублей. За то, чтобы стать частью России, 8 лет назад проголосовало почти 97% крымчан и почти 96% севастопольцев. А накануне о возможном вступлении в состав России заявил и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. С 2014 года это та идея, ради которой они обороняются, ради которой они живут, ради которой они все это терпят. Это их земля, это их территория, там жили их предки, и они мало того, что жили под бомбежками, но при этом они же обставили свою территорию. За 8 лет их так и не смогли захватить, несмотря на подавляющее преимущество. Правда, позже глава республики уточнил, сейчас подготовка к референдуму не ведется. В Госдуме также заявили неподходящее время для референдума. Чтобы решение было обоюдным, необходимо охватить голосование большинство жителей республики. Во время специальной операции это невозможно. Но уже сейчас историки и политологи полагают, что в ЛНР многие желают стать частью России. «Справедливо», «Законно» и прочее – это разные термины. По справедливости – да. Да, и Крым наш, да, и, вероятно, и Донецк наш, поскольку он долгие годы входил в состав РСФСР. И был подарен прежними властями Украине, как и многие другие территории. Историю рассудят. Я так думаю. В 2014 году после присоединения Крыма Россия попала под десятки международных санкций, большинство из которых действуют до сих пор. Вероятно, подобные меры стоит ждать и в случае возможного присоединения ЛНР. Если, конечно, еще осталось, что запрещать и выводить из страны. Нужно восстановить заводы, фабрики, инфраструктуру. Все это требует достаточно серьезных финансовых вложений. Организовать пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальные гарантии. Можно привести такой классический пример. Когда Крым объявил о согласии войти в состав РФ, мост через реку Лена напротив Якутска был заморожен, строительство, и был построен Крымский мост. И мост через Лену до Якутска до сих пор не построен. А вообще политологи говорят, что 2022 год еще удивит нас своими событиями. Речь идет об изменении всего мирового порядка. Мир доходит до такой планки, когда изменения неизбежны. И, соответственно, начинается рваться там, где тонко. Вот мы снова и видим по миру. Йемен, Саудовская Аравия, Израиль, Нагорный Карабах, и в Средней Азии не все благополучно. Потихоньку это рвет во всем мире. А нам, к несчастью, живущим в эпоху перемен остается лишь наблюдать. В том числе и за очередной встречей делегаций России и Украины. Переговоры должны возобновиться сегодня-завтра в Стамбуле. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. 90 журналистов из разных регионов России отправились в пресс-тур на Донбасс. Сибирскую медиагруппу представляет корреспондент «Комсомольской правды» на Алтае Анна Перевозчикова. Отправной точкой стал Ростов-на-Дону. И первым городом, куда отправится делегация, станет Донецк. Второй день у нас запланирован в Луганской народной республике. Мы будем встречаться с мирным населением. Мы посетим значимые социальные объекты, в том числе Аллею Ангелов, памятник погибшим детям Донбасса. Также планируются встречи с военнослужащими. Программа пресс-тура будет очень насыщенной. Многие начали работу прямо у гостиницы. Журналисты взяли комментарий у политолога Сергея Михеева. По его мнению, в качестве поддержки жителям Донбасса нужно списать кредиты. Подробности пресс-тура расскажем в следующих выпусках. Новое золото времени – не нефть, даже не доллар, а листы А4. За пару недель стоимость офисной бумаги выросла в 2, в 3, в 5 раз. Использованные листы, с одной стороны, уже переворачивают. В офисах четкое указание «беречь драгоценность». Недалеко до того, что работа встанет, печатать будет нечего. Что происходит на рынке ценных бумаг, смотрите далее. Обеспеченность марта 2022-го выглядит так. Сахар, доллар, лист А4, даже если без чернила одна сторона. Так же выглядит умение продавать. Целый, чистый, без проколов от степлера лист оценивают в рубль. За упаковку уже 500. И это ниже, чем в магазинах. По дорожанию и, возможно, дефицит дошли и до бумаги. Кстати, актуальная акция. Если вы покупаете одну упаковку бумаги, то ее цена почти 700 рублей. Если же вы покупаете две и больше упаковок, то цена одной повышается сразу почти до полутора тысяч рублей. Причина уже знакомая. Поставщики бумаги, картона и вещества, которые делают листы белыми, перестали работать в России. Разрыв цепочек привел к ажиотажу. Правда, в шоке не все. Так, жительница Барнаула, пожелавшая остаться неизвестной, долго искала бумагу для скетчбуков и зарисовок и нашла. Это экологичная серия, известная офисной. Да, не белая, но ставку делает на нее. Она по заявленным характеристикам очень красивого кремового оттенка. Вот это вот то, что у нас австрийская кремовая бумага. Ее можно, в принципе, сравнить с белым цветом и понять, насколько отличается оттенок. Издательское дело тоже попадает под удар, но и здесь есть оптимисты. Писательница Анна Самойлова говорит, что давно ушла в интернет. Там в день ее читает 500 человек. Плюс неограниченный тираж, экономия на производстве и выгода для всех. Книжка на литературной площадке дешевле. То есть у меня книга продается за 119 рублей. И так как у меня статус эксклюзив, у меня книга только там, то 85% от этой суммы – это мой заработок. А издательство – хорошо, если там 10% наберется. И книга стоит несколько дороже, покупают меньше. А вот предпринимателям, работающим с кассовыми аппаратами, проблемы могут остановить всю работу. У кассовой ленты ведь тоже бумага. Месяца два. Я думаю, технически за это время, может, нам что-то подсоветуют или проработают, как дальше работать. Чтобы не останавливать и людей без содержания не отправлять. Я скажу непопулярную вещь, и меня за это покритикуют. Но в большинстве случаев в сфере малого и среднего бизнеса кассовый аппарат совершенно не нужен. Однако быстрее, чем отсутствие бумаги, уверен Фридс, мы ощутим последствия, например, для сельскохозяйственной сферы или небольшого производства. Нужны меры поддержки именно прямого характера, как финансового, так и связанные со снижением налоговой нагрузки, со снижением давления на бизнес именно в сферу малого и среднего предпринимательства, именно в производственный сектор. По его мнению, сейчас нужно выстраивать стратегии для долгого развития, не опираясь на импорт. А что касается бумаги, то все пока в режиме сохранения. Сберечь чистое, перевернуть использованное. Анастасия Драган, Алексей Ферезин, День с толком. Ровно неделя, как российский суд признал экстремистской деятельность американской компании, владеющей соцсетями. В России они теперь запрещены, но юристы утверждают, что пользоваться ими можно, правда, с ограничениями. Так все-таки, что можно, а что нельзя, разбираемся вместе. Раньше на этом месте красовался аккаунт Дмитрия в запрещенной ныне соцсети. На новую машину сделал свежий. Посредством Инстаграм раскручивал и аккаунт, и себя лично. Буквально до прошлого вторника. Сотрудники ДПС меня остановили. Обычная проверка документов. И сотрудник попросил показать, что в багажнике. Он увидел, что у меня наклейка. И так предупредил, мол, парень, там уже с Инстаграмом лучше не шутить. Давай, ты ее лучше уберешь. А то через пару дней, не дай бог, тебе либо штраф вытешут, либо на пару суток за решеточку. Наклейки с аккаунтами, как экстремистка, а символика меты теперь под запретом. Убрать ее необходимо отовсюду, с автомобилей, плакатов, компьютеров. И да, продавать рекламу на площадках соцсетей тоже запрещено. Прямо или косвенно финансировать экстремистскую организацию никто не имеет права. Резонный вопрос, как быть тем, кто рекламирует себя и свою небольшую предпринимательскую деятельность, тем же косметологам, парикмахерам, кондитерам. Это опять притягивание граждан на этот сайт, который у нас признан в Российской Федерации экстремистским. То есть фактически вы говорите, да, я опубликовал, да, я опубликовал свою рекламу, я здесь ничего не продаю. Но тем не менее у вас количество пользователей, оно растет на этот сайт. Как это дальше будет расцениваться? Ну, как говорится, жизнь покажет. Сейчас вроде бы наказывать за это никто не будет. Но призывать подписываться на вас или кого-то в экстремистской сети не стоит, как, собственно, и выкладывать данные, которые могут попасть под действие уголовного или административного кодексов. В Инстаграме осталось, потому что показываю просто свою жизнь, как у меня что проходит. В принципе, мои подписчики, они интересуются не только тем, что я им полезного могу дать, но и тем, как я вообще живу. Задумываться над тем, что ты пишешь, нужно было всегда. Все-таки это высказывание в публичном пространстве. На данный момент, в принципе, чего-то такого особенного, еще более цензурно выражаться не приходится, потому что ничего такого страшного, в общем-то, мы там и не говорили. Не говорили раньше, сейчас тем более не нужно. Нельзя делать и ссылки на соцсети Меты на своих сайтах. Но пользоваться сервисами обычным людям никто не запрещал. И наличие иконок в телефоне на улице проверять не будут. Пока точно. Тем временем, большая часть российских блогеров постепенно меняет популярные площадки на другие. Уже и Росграмм подоспел. Запустить российскую сеть пока для спонсоров и инвесторов планируют сегодня. Росграмм ради интереса. Только ради интереса. Но на машину сидеть тоже не буду. Мне нравится телеграмм на самом деле. Он очень функциональный. В нем много чего можно делать. Много классных инструментов там. Но пока что привыкнуть сложно. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Всемирный день театра в Барнауле встретили достойно. Почти 700 любителей прекрасного провели его в драме. Экскурсии, показы фильмов, мастер-классы и общение с актерами. Чем радовали зрителей, расскажет София Яценко. Познакомиться с любимыми актерами и посмотреть за кулиси. В день театра для своего зрителя драма приготовила много интересного. Желающих прикоснуться с миром театра оказалось немало. На мастер-классе по изготовлению бутафорий и сувениров даже не всем хватило заготовок. Были у нас уже заготовлены полумаски. Как основа. Наши любимые зрители пришли, раскрасили их, наклеили молды. И выбрали способ оформления сами. И мы им просто помогаем. К сожалению, я пришла поздно и не успела сделать корону или что-то другое, потому что материал закончился. Но это все равно было довольно-таки интересно изготовлять. Можно было креатив включить, а не просто раскрасить, добавить какие-либо узоры и даже перья. Артисты встречали гостей по всему театру. Экскурсию по зрительному залу проводил артист Антон Кирков. Рассказывал про сцену. Чтобы именно зритель, который в основном всегда смотрит из зрительного зала, все действует. И не все, конечно, тайны открыть ему. Потому что все равно загадка должна присутствовать. Магия театра так называемая. Ну вот хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу, что, как все устроено. Пока одни наслаждались показами фильмов, другие аплодировали в экспериментальном зале. За целый день в театре провели 12 экскурсий. Первая группа прошла, и меня не узнали. Ну, они как-то так слушают. И потом мне говорят, а вы так вот как-то говорите, да? Вы давно работаете здесь в реквизиторском цехе? И зрители другие рядом говорят, да это Тимошенко Эдуард. Он уже столько лет в театре, он актером работает. Я говорю, спасибо, что узнали. Очень было смешно, конечно. Мы вот приходим, зрители, да? И кажется, что, ну, все легко, просто так, все со сцены посмотришь. Все такие красивые. А что такой коллектив? Взлоченный такой, как говорится, все это подготовил, чтобы все это случилось. В общем, интересно. Нас много чем удивили. Мы прошли экскурсию по закурисию. Вот делали на мастер-классе маски с ребенком. Все очень понравилось. И мы очень рады, что провели так день. Довольны остались все. И зрители, и актеры. Даже несмотря на то, что праздник свой провели на работе. В свой праздник мы продолжаем работать. Но мы сами, актеры, выбрали себе такую профессию. Поэтому все отдыхают, а мы работаем. Работаем для вас. Для вас, зритель, дорогой наш зритель, приходите к нам в театр. Будем рады. С каждым годом в Алтайском крае желающих сдать нормы ГТО становится все больше. Правда, до золотого значка в регионе доходит порядка 4 тысяч жителей. Борьбу за золото начали спортсмены клуба смешанных единоборств «Топ-тим Сибирь». «Топ-тим Сибирь» сегодня будут сдавать лучшие спортсмены нашего центра. Одни из лучших. Скажем, не все, но большая их часть. Ребята, все готовы, все настроены. Так что ожидаем только золото. Ожидают золото 50 лучших бойцов клуба. Тем более в центре единоборств есть все условия для сдачи нормативов. В первый день их ждет гимнастическая часть ГТО. Это прыжки в длину, пресс, отжимания, подтягивания. А для самых маленьких метание мяча в цель. Если, конечно же, ребенок или участник вдруг выполнит на серебряный или на бронзовый знак отличия, ничего страшного, у него есть следующий год, он спокойно приходит, готовится и выполняет. Спортивные принципы – это, конечно, хорошо. Но администрация клуба считает, что сдача ГТО – это еще и повод для гордости за свое отечество. А патриотическое настроение сейчас как никогда в тренде. Мы рады, что данные традиции, данные советские традиции у нас возрождаются. Потому как вот готов к труду и обороне, раньше в советское время это очень было престижно иметь такой значок. Далее бойцов ждет атлетическая часть норм ГТО. В клубе уверены, что такие спортивные праздники на их территории станут доброй традицией. К слову, уже есть идеи, чтобы проводить подобные старты и в новом центре единоборств, который откроется летом на улице Взлетной. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Строительство ледового дворца Алтай в Барноле вновь заморозили. В Краевом Минспорте заявили, что это связано с удорожанием стройматериалов. Объекта на Сибирском проспекте ждут уже 10 лет. В 2019-м его замораживали из-за нехватки финансирования. Судя по экспертизе 2022 года, на его возведение требуется почти миллиард рублей. Но из-за роста цен стоимость выросла еще больше – до миллиарда 300 миллионов рублей. Минстрои ждут стабилизации на рынке стройматериалов, чтобы объявить аукцион по поиску подрядчикам. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...